Добрый день, зрители! Сегодняшнюю тему Перевала Дятлова я хочу посвятить версии Йети. Есть одна из версий, что на туристов напал Йети. Доказательство этому является, во-первых, несколько снимков, где непонятное существо, похожее в очертаниями на человека или обезьяну крупную орангутанго, наверное, может, человекообразную обезьяну в шубе блестящей приседает, а на втором фото стоит вдалеке и думают все, что это Йети или непонятный снимок. В общем, такая информация есть спорная. К тому же найден подозрительно большой сапог. Ну, не подозрительно большой сапог, он просто большой сапог. Сапог большого размера. И еще найдены десятые следы. Это когда туристы уже бежали от палатки. Там, где девять следов идет, где десять следов. и еще такое ощущение, как будто за туристами кто-то постоянно наблюдает. Тоже такая мысль есть, что постоянно кто-то за туристами наблюдает. И сами туристы, сам Дятлов, даже в газете «Вечерняя Тартен» вот есть такая даже информация про Йети. Ну и вообще то время было очень загадочным на это дело. Версия первая, что кто-то переоделся в Йети, какой-то знакомый Дятлов, здоровый мужчина, естественно, такой метров под два ростом, с сильной мускулатурой, переоделся в Йети. Ну а как можно было переодеться в Йети в то время? Это какую-то шубу одеть, потому что ничего ж не было, 59-й год на дворе. Это сейчас, да, ты захотел, заказал любой костюм, тебе его сделали, сделали обувь такую, которая будет напоминать лапы Йети, а тогда ж ничего не было. Верхнюю часть костюма еще можно было как-то пошить из меха, а вот как нижнюю часть сделать? Ну вот и сапоги пригодились, потому что кроме сапога ничего и не было по сущности. Ну в чем еще Йети может быть одет? Да и кто будет при сильном испуге смотреть на обувь существа, есть ли она или нет, ее Верх же смотрит, посмотрел, страх и все. Да, она нескольких фоток попозировала, этот человек, переодетый в Йети, и пошел наверное куда-то домой отдыхать, вот где-нибудь там фотографии эти делали, якобы съел все, и он пошел отдыхать. А потом вернулся ночью, догнал их, ну может он отстал от них и не специально, и вот такая ситуация, ночь, палатка, мороз, идет непонятный скрежет, а туристы-то знают, что их собрат ушел уже домой-то в костюмчике, и тут они понимают, что кто-то скребется по палатке, завывает, плюс еще ночь, ветер, и я думаю, что они не на шутку перепугались, а когда они выскочили из палатки и уже увидели, что там действительно стоит вот этот Йети, они не догадались, что это их незнакомо, потому что знакомого-то они отправили коллегу своего, в котором они хотели такой якобы мини-розыгрыш сделать, и это самое, напугались, выскочили, он пытался им что-то объяснить, что это, ребята, это я, я пошутил, но уже у страха глаза велики, и они бежали уже галопом, ну я так понимаю, тоже страх есть страх, или же кто-то разыграл их в костюме Йети без их ведома, ну а поскольку туристы никогда в жизни не видели, как выглядит Йети в сапогах или без сапог, то, естественно, его испугались, то есть уже два варианта, либо переодеты в Йети, они знали его, либо они этого человека не знали, и испугались уже еще сильнее, так понимаю, кто-то их разыграл, так же не отпадается вариант, что также не отпадается вариант, что был и сам Йети, самый настоящий. В то время, это во времена Ленина и Сталина, наша партийная верхушка была очень взрослая, пенсионного возраста все были, и все думали, как бы молодиться. Еще при Ленине начались опыты по переливанию крови от молодых членов партии и просто здоровых людей к старым. Сначала опыты даже поразили своим успехом, потому что действительно эффект был, эффект был, но потом началось отторжение и свернули проект по переливанию крови. А хотя он гремел, на всю страну этот проект гремел. Позже уже значительно ученые обнаружили все-таки, что есть у нас группы крови, поэтому так вот и совместимость, естественно, что так просто уже кровь от молодого не перельешь старому и не подлечишься. Также опыты были и по пересадке яичников крупных обезьян к человеку. это опыты действительно этих обезьян завозили, действительно опыты проводились, желающих было много, эффект был какое-то время, но естественно, поскольку все на самом деле сложнее, чем думали ученые, то происходило отторжение. но хотя мы же не знаем, как там эти опыты продвигались, что там произошло потом, только знаем, что они были, эти опыты, знаем потому, что из достоверных фактов, что животные действительно отлавливались, возились обезьяны в лабораторию, соответственно, маленьким обезьянам тоже что-то вшивали, в яичнике, это напоминает опыты профессора Преображенского, вот такие дела, и потом, а куда потом, потом Сталин умер, проект свернули, и куда этих полулюдей со вшитыми яичниками девать, куда их девать, естественно, у них уже какие-то мутации в организме, если они вообще прижились, а прижиться-то они, естественно, могут, потому что даже на тот момент, чуть позже, со свиным сердцем человек может жить, почему он не может жить с яичниками обезьяны. Как у нас принято, погрузили всех в вагон товарный, товарняк всех погрузили и вывезли, а куда их везти, за уравну везти, ну вот, конечно, кто-то, естественно, умер из этих несчастных опытных людей, но каков был шанс, что, какой масштаб опытов был, масштаб же опытов был грандиозный, это не одна лаборатория занималась, подопытные, подопытные, подпойная лаборатория, а несколько их было по стране, по союзу раскинуто, ну, когда Сталин умер, вся, естественно, вся лавочка свернулась и подопытных вывезли за уральские горы, куда же их еще деть-то, ну, и вот, может, экземпляров переродилось, и вот так вот, да, вот эти экземпляры, которые остались по людям, естественно, им тоже надо было как-то выживать в этом климате, потому что вернуться к себе они уже не могут, они уже не похожи на людей, они уже нечто совсем другое, а выживать, естественно, как-то надо, вот они возможны, даже невозможно, даже логично, что они к людям не явятся, вот так вот будут их выслеживать и нападать как-то ночью, вот так выбрать подходящий момент, тем более-то, да, момент-то был подходящий, напали-то они, когда народа было мало в палатке, почему не напасть, народа мало, продукты, запах ветчины, корейки, по-моему, да, тем более с голодухи-то напасть можно, конечно, вот эта версия, когда вот этот еци сформирован был на основе обезьяны и человека, мне вот она больше импонирует, чем еци, как подвид самого человека, примитивного, который является одной из веток гомо-сапиенсов, человеково-разумных, вот этих всех неандертальцев, креманьонцев, креманьонцев и так далее. Могу ошибиться, но это не суть, потом мы заточню, если что. Да, если это идет отдельно, еци, как отдельная ветвь эволюции человека, то тогда, конечно, будет сложнее, тогда это уже будет именно как зверь, как медведь, как тигр, с такими повадками, навряд ли он там что-то будет выслеживать как-то, он сразу нападет, потому что это животное, хотя это и ветвь человека, но у него нет таких эмоций, как у человека. Так что да, с версией, где еци именно одна из ветвь человек, конечно, все сложнее обстоит дело-то. Есть такая фотография одна, где Зина предлагает кому-то сахар. Кому значит этот сахар предназначен. Есть такое даже, я в интернете читала отзывы, что это эльфу дали, ребенку маленькому дали. Вот на фотографии как я вижу сидит родитель как я понимаю и сидит спиной к зрителям, точнее спиной к нам уже сидит ребенок на коленках. Там же видно, что это ребенок сидит. Что уже придумывать лишнее, того, чего нет. Ну, сменяли спиной и все. Тогда вопрос, почему обрезали фотографию. Тоже интересно. Не хотел человек с ребенком светиться. Что-то с ребенком не так. Чьи маленькие палки? Маленькие палки как раз ребенка, который сидит на коленях. Еще раз есть фотография, которая не таких размеров, где фотография обрезанная и переделанная. Частично. Почему она обрезанная? Не знаю. Может, что-то заляпано было. Ее обрезали. И все. Что придумывать? И все. Фотографию обрезали. Так что мое мнение палочные лыжи палочные лыжи лыжные палки принадлежат ребенку самому обыкновенному не эльфу. Навряд ли кто-то будет эльфа держать на коленках и кормить. У эльфа же это самостоятельная личность. Чего совсем что ли? На коленках держали бы и кормили. А был ли эльф вопрос? Даже если это ребенок ельфа сидел с другой стороны на коленках и палки у него маленькие. Ну а что на дворе уже 20 век к концу подходит. Что уж палки не за ребенку дать. Тем более они общаются регулярно и с населением и с туристами. Что уж действительно палки не за ребенку пить. Ну да ельфи сами не ельфи а манти ходят сами без палок. А ребенку палки дали. что же наши трагедии с чем делать. Так по этому вопросу еще подятлаться сказал Игнат Игнатий Лапкин. Это православный деятель. Он очень страдал за свои интересы зло убил их дьявол. Чертовщина их убила. Что их убили не люди. Ну соответственно если их убили не люди то это вот те самые ельфи и убили. Да? И наша знаменитая отшельница тоже вот отход она тоже это может знать. Наша знаменитая отшельница которая там 40 лет с людьми не общалась и рассказали про эту трагедию и она сказала что да. вот она тоже считает что это дело рук чертей ну то есть не людей то есть не люди это значит ети ну а может и тоже есть тема все сложнее там намного на самом деле сокопать так ну все продолжение следует ждите моих новых выпусков пауз